Вену Что же нужно учесть в столице Австрии, чтобы поездка удалась? Первое. Если вы планируете пребывать в Вене больше двух дней, то выгоднее будет купить билеты и ездить по ним везде и на любом транспорте в обозначенной зоне. С проездом в общественном транспорте в Вене все очень строго. Билеты нужно покупать заранее. Сразу же лучше всего будет совершить обзорную экскурсию по Вене. За оперным театром на Альбертино плац красный автобус в 10.30 идет по большому кругу с заездом в Шенбрун, куда просто так не добраться. Это займет 2,5 часа. Кроме того, можно прокатиться на экскурсионном трамвае. Побывав в Вене и не посетив музей истории искусств и Хофбург недопустимо, потому выделите для этих экскурсий по одному дню, заранее прочитав о них. Не обойдите вниманием собор святого Стефана в Вене. Если вы молоды, обязательно поднимитесь по ступенькам на самый верх. Придет момент, когда вы будете об этом вспоминать с упоением. В Зальцбург из Вены стоит съездить на поезде хотя бы на один день. Кстати, шоппинг в Вене дорогой. Это грабин Кольтмар Кертнер, недорогой Мария Хельфенштрассе. В субботу можно побывать на блошином рынке Неуштадмаркт. Там можно поймать антиквариат. А рядом неплохие устричные и рыбные ресторанчики. В дьюти-фри аэропорта Швихак почти ничего нет, поэтому выбирайте все в городе. Кстати, венский шницель в Вене пробовать не обязательно, но кофе и венский штрудель в виде рулета из тончайших слоев теста попробовать стоит. Если отправляетесь в самостоятельное путешествие, приобретите карты и путеводители. От путешествий одна польза, поэтому путешествуйте! Субтитры создавал DimaTorzok